Я вам расскажу про ботинки мотоциклетные Madbull Patriot. Идея при создании этого ботинка была в том, чтобы сделать его кожаным снаружи и кожаным внутри. То есть это не имитация кожи, это не эко-кожа, это настоящая кожа коровы, причем и там и внутри. Снаружи полноценная, внизу естественно расщепленная, только тоненький слой от нее на подкладку. Какие еще есть здесь интересные моменты? Есть вот такая вот петля под палец сзади, чтобы ботинок было проще натянуть, на всех цветах одинаковая. Есть молния сбоку. Зачем нужна молния сбоку? Вы подгоняете по своей ноге ботинок, завязываете шнурки на прямой морской узел, потом можно еще красивый бантик сделать, ну чисто там ради красоты. И дальше уже пользуетесь только молнией для того, чтобы его одеть и снять. Для тех, кто в детском саду прогулял семинар по завязыванию шнурков, эта функция является просто первейшей в ботинке. Что еще есть интересное? Это вот такая накладочка под лапку КПП, чтобы когда вы переключаете передачи, не натиралась кожа на ботинке. И вот небольшая накладочка здесь сбоку, если вы вдруг упадете, едете на ноге, поджав ее под себя, то вы не протрете здесь мизинец до крови. Есть вот такой вот кругляшок с пенкой внутри для того, чтобы не протереть косточку голеностопа до кости. И вот этот боковой клапан, он закрывает молнию. Тут идей было две. Во-первых, чтобы туда вода не заливалась, если какие-то брызги идут. А во-вторых, чтобы не царапать раму мотоцикла железным замком от молнии и самой молнии. То есть вы молнию застегнули, хвостик завели и на кнопку застегнули. Все у нас зафиксировано красиво. Подошва – это высокое содержание натурального каучука. Она гибкая, она не боится масла, не боится бензина. И она очень хорошо сопротивляется вот на скручивание и на удар, когда вы там бьете пяткой об землю, чтобы как-то более-менее там удержать мотоцикл, который пытается упасть. Вот чтобы не было такого, что вы себе пятку сломали. То есть тут с защитой все нормально. Плюс сделан жесткий мысок. И жесткая пятка вот в этом месте, чтобы тоже там при ударах не так сильно нога страдала. Почему три цвета? В коричневом цвете только мужские ботинки бывают. Они с 39 по 47 размер, по-моему. Черная бывает и мужская, и женская. На узкой женской колодке они будут с 36 по 41, по-моему. А на мужской более широкой колодке они будут с 38 по 46. Вот. А вот из такого цвета волшебного, синий с коричневым, будет только женская модель. С 36 по 41, по-моему, он будет. И еще здесь особенность, что здесь синяя кожа, она перфорированная, чтобы ноге было немножечко прохладнее. Вот. Этот ботинок не оборудован никакой мембраной. Здесь только естественная защита кожи от воды. Если вы ее будете там нужным образом гутолинить, то они у вас промокать не будут. Вот. Но при этом как бы никакой мембраны или клапанов здесь, к сожалению, нет. Это ботинок такой честный, армейский ботинок для езды на армейском мотоцикле. К каучуковой подошве кожаный верх пришивается, не только приклеивается, но и пришивается. Тут по всему периметру есть шов. И вот такой вот бортик здесь тоже из толстой воловьей кожи, который на прослойку стоит. Вот. Все это приклеивается еще и прочным клеем при высокой температуре. Ни одного ботинка, у которого бы отклеилась подошва от верха, у нас нету. Хотя мы ими торгуем уже год практически. Вот такие вот ботинки. Вот в этих цветах они давно на складе есть. Вот этот цвет уже произведен, едет к нам, будет в конце зимы. Классические ботинки Patriot будут идеально смотреться на классических мотоциклах с круглой фарой. На как просто классиках, так и на неоклассиках, которые такие naked, но немножечко под старину. Великолепно они будут смотреться на чоперах, на скутерах. В общем, они не навязывают никакой стиль. В них можно ездить практически на любом мотоцикле. Единственное, на спортбайке они будут все-таки смотреться странненько. А на всем остальном, что хотя бы более-менее железное снаружи, это будет прям по стилю прям топчик. Продолжение следует. Продолжение следует...